И вообще считаю, что в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, а они экстремальны, они равны, не знаю, там, цунами или землетрясению, уже хватит выяснять отношения с нашими властями и говорить, кто здесь прав, кто здесь виноват, потому что мы все стоим на пороге, в общем, очень серьезной угрозы, угрозы жизни и смерти. И еще мне кажется, что вот есть такой момент, что люди, которые пишут мне спасибо за мою смелость, сами не рискуют произносить вслух, что они делали прививки, и многие мои медийные знакомые тоже не рискуют произносить вслух, опасаясь того, что они отвернут от себя большое количество их почитателей. Мне кажется, так вот, мне кажется, что вопрос проявления гражданской позиции сегодня, именно сегодня, в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, это не бояться хейта, потому что иначе мы никогда не переборем вот эту массу негорения, азмою смелость молчать сами, в силу того, что вы будете опасаться хейта. Мы не прорвемся. А если вы тоже начнете говорить, возможно, вас тоже услышат. Пожалуйста, подумайте об этом. Спасибо. При том, что те, кто пережили эту болезнь, знают, какие у нее последствия, как долго, сколько месяцев, иногда и год уже сказывается на организме его последствия. Короче говоря, до тех пор, пока вы будете хвалить силу и абсолютную атмосферу вокруг того, что такое вакцина, которая пересилила опасность самой болезни. Люди боятся прививки больше, чем коронавирус.